Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 4 января 2021 года, медленно переходящая в 5 января. А у микрофона Иоанн Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодня две палаты Конгресса одобрили план проведения голосования 6 января, то есть в среду. Сбор обеих палат, открытие конвертов, как только доходит до штата с двумя наборами электоральных голосов, то заслушивают тех, кто требует принятия альтернативных голосующих. Когда проходят все штаты и заслушивают голоса всех текст 12 сенаторов, значит, будет 12, может, будет еще, и 40 или более голосов членов Конгресса, мне не очень понятно, они всех вместе будут слушать или по очереди, то Пенс объявляет двухчасовой перерыв, а палаты расходятся и принимают отдельное решение, и если обе палаты проголосовали за альтернативные голоса альтернативных выборщиков, ну, что, вы как понимаете, невозможно, да, а, значит, так как, ну, как минимум одна палата точно проголосует, да, вот если две палаты проголосовали за, то будут альтернативные, а если только одна, то все остается, значит, как оно и было, то есть, иными словами, значит, Байден объявляется президентом. 12 сенаторов во главе с Крузом потребуют создания спецкомиссии, этого самого конгресса, сената объединенная, может, сената только, по выборам, которая до 20 января должна будет проверить, были ли подлоги, были ли обманы, и достаточно их было много, чтобы другой человек стал президентом, скажем так. А конгресс по его предложению Круза должен будет перенести вот это заседание с 6 числа на, очевидно, 18 или 19, сколько там, так сказать, чтобы дать ему 10 дней, и решать, значит, уже тогда, не 6 числа голосовать за альтернативные голоса или за Байдена. Но эти предложения, это предложение будет отклонено, и, возможно, Крузу даже не дадут объяснить в деталях, в чем, собственно, так сказать, он, ему позицию, почему он это предлагает, потому что, я так понимаю, что он подготовил речь, объясняющую неоспоримые подлоги, или, по крайней мере, те, которые совершенно необходимо проверить, потому что они, как минимум, странные. Восемь республиканских сенаторов из тех, кто поддерживают Трампа, сказали, что если бы альтернативные избиратели, вот конверты с ними, пришли от конгрессов штатов, которые под контролем республиканцев, а не от групп республиканцев без прохождения конгресса, значит, то они бы голосовали за изменения выборщиков, а так как конгрессы их штатов, собственных штатов, признали голоса Байдена, они не считают себя вправе оспаривать решения своих республиканских коллег, то есть их партии в их штатах сказали, что выборы были легитимны, и точка. А что называется, можно понять и такую позицию, хотя неприятно. Представитель Пенца сказал, что вице-президент поддерживает право электората на прояснение проблемы голосования. Ну, так сказать, честно говоря, Пенс поддерживает Конституцию США, окей. Но при этом Пенс попросил суд не наделять его полномочиями, между прочим, написанные в той же самой Конституции. Просто один из демократических, один из конгрессменов, то есть членов палаты, нижней палаты, подал, я уже рассказывал об этом, значит, иск в суд с требованием, значит, разъяснить, как бы, Пенсу, что он, так сказать, обязан Конституции делать, или имеет право в Конституции делать то-то, то-то. И тот опять сказал, нет, 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 не нужно, я не хочу брать это на себя. То есть, он не хочет быть человеком, который единолично, как бы, отменил результаты голосования 150 миллионов выборщиков, даже если это голосование было подложное. То есть, как-то это странно все, да, либо нам врут про то, что были подлоги, либо все перепуганные чем-то, кем-то, там и тому подобное, и изначально не хотят брать на себя никакой ответственности. Вот, одновременно с этими событиями. Значит, Лин Вуд, ну, много раз я о нем, как бы, рассказывал, он, так сказать, то, что называется в Америке controversial, то есть, он должен делать какие-то заявления, которые нам не очень понятны. Но, на самом деле, большие лидеры всегда controversial. Вот, я ничего не хочу сказать про него, но он опубликовал серию твитов, заставившую, так сказать, как минимум левую прессу усомниться в его нормальности. Лин Вуд всю свою жизнь, на самом деле, был демократом. Ну, может, за исключением последних лет, я сейчас, я просто не знаю, но он много денег жертвовал на демократическую партию. Правда, в последнее время он брался защищать людей от демократов. То есть, вот, был школьник этот самый, я забыл, как его зовут, которого, так сказать, вот с Будом там индеец стоял, и про него написали, что он там, ну, в общем, лгали про него средства массовой информации, он пришел, так сказать, на помощь этому школьнику, они выиграли достаточно большое количество миллионов долларов, обеспечить, значит, и этому самому парню, и Вудцу, так сказать, много лет безбедного существования. Ну, на нем есть большое пятно, на линию Вуд, на Уде. Он призывал последние вот пару недель жителей Джорджии, республиканцев вообще не ходить на выборы, значит, 5 января, хотя это, ну, с моей точки зрения, решающие выборы для судьбы штата, судьбы штатов Америки, а значит, на самом деле и для всего мира. Теперь, значит, имея, как бы, представление о том, что он действительно, так сказать, там, был там, пришел сюда, он, как бы, если не член команды Трампа, то, по крайней мере, один из тех юристов, которые занимаются подачей в суд на, вот, так сказать, его приглашают из штатов, он, так сказать, помогает, он известный человек, хороший юрист, умеет, так сказать, все хорошо представить, составить, он подает иски в суды. А, значит, и он, так же, как и Джулиани, и другие юристы Трампа пытаются, значит, пробиться через судьи, но пока у них это не получается, значит, уже порядка 60 исков, чуть-чуть меньше, чем 60 было отменено. При этом, значит, Джулиани и пару других, то есть, тройку других юристов Трампа пытались немножко отдалиться от Вутца и от Сидни Пауэлл, может быть, из-за того, что они делают слишком, так сказать, открытые заявления, а тут, так сказать, играют какую-то там более политкорректную игру. Ну, давайте послушаем, вот, я много рассказывал, что он говорит что-то, давайте послушаем, что он, собственно, говорит, а мы начнем с последнего Твита, который, так сказать, сегодня вот в час дня он сделал. Вот, что он там написал. Многие в прессе уверяют вас, что я сошел с ума. Я не знаю, что произойдет со мной как результат моих выступлений, что еще скажут или даже что сделают, но я сегодня пойду спать с чувством, что я сказал правду, которую я долго боялся сказать. Значит, и дальше, значит, первое, что он, значит, он, как бы, сказал правду и боялся сказать. 20 декабря 2017 года, значит, некий, некий Тим Холмитс из Миннесоты написал заявление генерального прокурора США, значит, этому самому Сэшенсу, о действиях в его штате Миннесоте, международной организации, занимающейся детской проституцией, где упоминались имена в этом заявлении. Кое-каких людей связаны с этой организацией или, как минимум, их клиентов. И там назывались имена, значит, Майк Пенс и генпрокурор, значит, Техаса или Флориды, Памбонди, по-моему, Флориды. А, значит, он писал там, я журналист, который работал с источниками, как источник для ФБР, начиная с лета 2009 года. В феврале 2010 года руководство ФБР провело со мной беседу на, значит, тему моих репортажей о похищении девочек в штате Флорида и Миннесота. До того я посылал факты, это пишет, значит, тот самый журналист, к Эрику, значит, Холдеру в офис Мюнгера, который был, значит, до КОМИ, он был, заведовал, тем самым ФБР. А все осталось без ответа, а без каких-либо действий, почему не были расследования, кто их прекращал. Значит, еще раз, он журналист, который сотрудничал с ФБР, на основании его, так сказать, журналистов и расследований. Велись какие-то исследования ФБР, ФБР просил его заниматься чем-то и приносить. То есть он, как бы, человек был известный правоохранительным органам, он в результате своих, так сказать, расследований и прочее написал целый ряд писем, так сказать, со всеми своими, что называется, credentials и прочее и прочее, и рассказал им о том, что достаточно высокопоставленные люди замешаны вот в таких вот скандалах и просил это расследовать, говоря, что у меня есть куча доказательств там и прочее. Я хочу, чтобы никто к нему обратился, никто, он один за другим обращался к людям, нуль ответов. Значит, дальше, значит, Лин пишет, а актер Исаак Керри, я, честно говоря, не знаю, кто это такой, но он так пишет, как будто бы все должны знать, я верю, потому что я, честно говоря, мало актеров знаю. Значит, упал с моста, он упал с моста после нескольких выставленных им на обозрение мира видео, а когда сильные мира всего забавлялись с детьми, причем забавлялись с сексуальными, так сказать, играми. Исаак, значит, не хотел падать с моста, пишет Лин. Он знал, что за ним идет слежка. Он писал, звонил, обращался в правоохранительные органы, но, значит, ни до, ни после его смерти не было проведено серьезного исследования, и, значит, причиной смерти его названо самоубийство. Хотя все люди, сто процентов, которые его знали, которые видели его за 15 минут до этого и прочее, и прочее, говорили, что этого не может быть, потому что этого не может быть. Вот, я не знаю, Лин Вуд сумасшедший или нет, вот, а если нет, Лин пишет, председатель Верховного Суда Робертс замазан так, что ему необходимо немедленно уйти со своего поста. Ну, то есть, опять же, так сказать, мы как бы подозревали, что с определенного момента Робертс вдруг стал делать какие-то вещи, говорить какие-то вещи и принимать решения, совершенно ему не свойственные. Но, все может быть. Далее. Ни одно, ни одно из должностных лиц Джорджии, ни один из должностных лиц в Джорджии не исполняет законы, не защищает Конституцию и не на стороне граждан. Далее. Майк Пенс обязан либо подтвердить, что обманы и подлоги, значит, на выборах развалили нашу страну, или он обязан немедленно уволиться со своего поста, как человек, который не может исполнять свои должности. И далее, значит, 21 год, вот к чему я, собственно, веду, к чему я, так сказать, долго все это рассказывал, 21 год будет годом очищения нашей любимой страны от скверны. И опять вопрос. Есть ли Лин недушевно больной? Что он говорит? Почему он и многие другие повторяют эту фразу, что 21 год будет числом, так сказать, годом очищения? То же самое говорит Сидней Пауэлл. То же самое, на самом деле, говорит Джулиани и Трамп, там, другими словами и прочее. Но говорят они, да. А что еще говорит и пишет Пенс? Например, сегодня на твиттере он написал, мы будем продолжать бороться, пока каждый законный голос не будет подсчитан, а каждый незаконный выкинут. Вот как он собирается бороться, интересно, значит. Ну, виза-президент страны, он должен отвечать за свои слова, как бы, да? В среду в зале Конгресса, когда практически и будет последняя возможность вмешаться и остановить Байдена. Только после этого, по-моему, только ввод армии на улицы городов, да, Пенсы уже отношения не имеющие. То есть, как он собирается бороться, если он попросил судью не давать, не подтверждать полномочия, которые у него есть по Конституции. То есть, для меня это полная фантастика. Если страна решит, что Бенс мог, но не сделал чего-то, значит, чтобы помогло действительно выкинуть незаконные бюллетени, то у него нет в будущем, ну, в политике никакого шанса больше нет. Его не изберут, там, заместителем председателя Совета по делам муниципального воды, там, я не знаю, в Мухосранске, извиняюсь за слово, муха. Кроме того, если Трамп объявит, что он, там, проиграл, допустим, 21-й год, но будет бороться за Белый дом в 24-м, то у Пенсы вообще нет шансов, он рассчитывал на это, конечно, он рассчитывал, что Трамп в два раза будет, а потом, значит, он как преемник и тому подобное входит в Белый дом. Пенс играет роль верного солдата при Трампе, и не ясно, он просто говорит слова или имеет что-то в виду. Ну, дело в том, что Пенс, вот, и многие другие, похоже, считают, что смена власти в Белом доме в 20-м году, вот сейчас, это просто обычная смена власти. Им кажется, что через, там, 2-4 года, там, еще будет, как всегда, сказать, возможность качнется туда, качнется сюда, и республиканцы будут бороться за власть и имеют шанс, да, шанс выиграть, победить. А у меня, вот, у меня лично совершенно другое видение ситуации. Оно не апокалиптическое, но близко к тому. Вот если, например, удалось обмануть нашу страну при президенте Трампе на выборах, да, то при президенте Харрис, там, ну, или Байден, так сказать, если ему дадут стать президентом, подлоги на выборах станут просто нормой. Там, заказывать будут, а мне, пожалуйста, напиши 73%, а мне, пожалуйста, 72,4%. Если два сенатора от Джорджии будут демократами, то мы увидим увеличение количества, так сказать, судей в Верховном суде, причем все из них, все они будут, так сказать, оголтелыми демократами, и легко они будут проходить туда, так сказать, и т.д. Мы увидим 2, 4, а может даже 5 новых сенаторов в Сенате, все демократы, двое из Паверто-Рико, двое из Второй Калифорнии, и Калифорния, возможно, будет разделена на две части, чтобы ввести еще двух сенаторов туда, и одного, а то кругу Колумбия. Мы, и все демократы, да, то есть будет уже там не 50 на 50, а 55 на 50, и, что называется, конец. Мы увидим 12-15, а может себе 20 миллионов нелегалов, они становятся гражданами США, то есть к 2024 году они все смогут голосовать, понятно, да. Мы увидим тотальную цензуру, слежку за каждым из нас, преследование плохих людей, то есть нас с вами. Мы увидим увеличение налогов, увеличение бюрократии, увеличение запретов и регулирования в экономике, снижение производства газа, нефти, угля, с мечтой создать новый, значит, какой-то там способ производства энергии, но об этом промечтал Обама 8 лет, а до этого мечтал Клинтон, что-то, так сказать, никак пока не получается. Сначала давайте произведем, а потом. Атом же они, атомы можно все и заменить, но атом же они не хотят строить, там, частично их поддерживают, хоть идиот там что-то сделает, неважно, не об этом сейчас разговор. А снижение производства газа, нефти и прочее принесет безработицу в целый ряд штатов, рекордный дефицит с Китаем придет безработицу в ряде других штатов, обвинение Трампа будет постоянное, что все, что происходит, это вот Трамп виноват. Вот, и все больше и больше увеличение долга США и снижение уровней жизни в США, и разорение среднего класса, значит, как минимум большей его части, которая перейдет от самодостаточной жизни в зависимости от государства, о чем, собственно, мечтали большевики, так сказать, всех стран и народа. Как Пенс и другие собираются побеждать в 2024 году, я лично не понимаю. Я не понимаю, как Трамп в ослаждавшейся ситуации может решать нашу общую с ним проблему. А пойдут ли за ним спецслужбы, а решат ли те спецслужбы, которые там не ФБР, не ЦРУ, понятно, на этих рассчитывать нельзя. Решат ли близкие к нему люди пойти на установление военного, скажем, положения, называйте его, как хотите, так сказать, но военного положения в стране, или не решаться. Но мы знаем одно. Нас обманывали и продолжают обманывать, и будут продолжать обманывать. А Трамп и другие нам говорят, мы будем бороться до конца. А конец это шестое, это 20 января, может, 2024 год, до какого конца мы будем продолжать бороться. Потому что конец на горизонте, мы приближаемся, горизонт уходит. Понятно, что все будем продолжать бороться. Но как-то вот нам говорят более конкретно, мы будем продолжать бороться, чтобы что, чтобы Байден не стал президентом, я очень надеюсь, но я не понимаю, как. До 6, до 20 числа осталось, ну, совсем немного. Значит, придется ждать, ну, и надеяться, конечно. Надеяться, что сотни тысяч, а может и миллионы наших сограждан, которые поехали или поедут в среду в Вашингтон на демонстрацию, услышат от Трампа то, что они, и все мы хотим услышать. Значит, какие собраны доказательства, так сказать, подлогов, то есть стопроцентные доказательства подлогов, какие шаги будут предприняты по спасению нашей республики от красной, там, коричневой чумы неомарксизма. Мы хотим услышать, что Байден и его банда, они пойдут в тюрьму, они в Белый дом, а в Белом доме останется Трамп. Вот-вот, и подождем. Осталось совсем немного, правильно? А, дамы и господа, не забывайте ставить лайки, если Вам нравится что-то, не забывайте, пожалуйста, писать Ваши комментарии, в последнее время мы видим, участилось, так значительно участилось. А я бы даже не сказал, что это труд, я бы сказал, что это демократы, которые настолько счастливы от того, что вот, наконец, значит, всех разорвут, порвут, там, они всех смогут преследовать, они начнут писать доносы, как они мечтали об этом, эти доносы будут читать, потому что хрен, республиканцы читали доносы, выкидывали их в мусорный ящик, а эти будут читать, создадутся черные списки, и они будут посылать туда, в эти черные списки, они будут посылать все, именно всех-всех-всех, кто когда-либо оставлял положительные, скажем так, комментарии на мои выступления, на мои выступления, не говоря о том, что, так сказать, ваш покорный слуха будет в этом списке светиться совершенно точно, вот, а поэтому, кто не боится, то, так сказать, или кто считает, что это необходимо, оставляйте свои комментарии. Кроме того, как я уже говорил, мы, да, перепосты, понятно, так сказать, присылайте друзьям, так сказать, и с Ютуба, и с Фейсбука, мы работаем очень усиленно на веб-сайтах, где мы будем делать, там будет две части, одна будет вот журналистика, люди, так сказать, события, вернее, а вторая будет обучающая, то есть люди. Надеюсь, что, так сказать, мы все туда с вами перепишемся, запишем, или, по крайней мере, тоже запишемся и туда. Вот, ну и какие-то деньги нам поступают от вас, огромное спасибо, я еще раз размещу, значит, как куда, так сказать, посылать, спасибо всем тем, я не хочу по именам людей, потому что, не дай бы, действительно будут создаваться какие-то списки, нам уже объяснили, что черные списки будут создаваться, для чего не состоятся, мы тоже знаем, вот, так что не будем мы публиковать, так сказать, ваши имена, но огромное спасибо всем тем, кто посылает что-то и на добром слове, и на то есть убедение, которое вы сможете, что называется, в общее дело. Мы тратим, поверьте, мы ни копейки не берем себе, все тратится на организацию сайта. До свидания, до следующих встреч, после 6-го числа уже, я надеюсь, мне должны звонить 6-го, прямо из вот демонстрации с этой, я думаю, что я буду вести какой-то эфир, ну, посмотрим, посмотрим, все потом расскажу, до свидания.